Веселый и игривый подход всегда считался безответственным. Да? С самого вашего детства, и, возможно, вы повторяете это и со своими детьми, если они игривые, вы считаете, что это безответственно. Самый ответственный способ жить — это жить играючи. И совершенно безответственно расхаживать по этой планете с мрачным лицом. Да или нет? Разве это не полная безответственность — ходить повсюду с несчастным выражением лица? Да? И это самое безответственное, что только можно сделать. Так что игривость — это не безответственность. Быть игривым — значит максимально отвечать и отзываться жизни. Это возможно только, когда вы игривый. Когда вы серьезны, мир для вас не существует. Есть только вы и ваша ерунда. Да? Когда вы серьезны, вы зациклены только на себе и своей ерунде. Мир и вся остальная жизнь для вас не существует. Вы способны уделять внимание всему вокруг, только когда вы игривый. Только тогда вы по-настоящему отвечаете всему в мире. Иначе это невозможно. Вас подомнет под собой невыносимая тяжесть такого бремени. Поэтому игривость — это не философия, которую вам нужно выстроить. Я буду игривым. Нет. Наука утверждает, что все мироздание — это просто танец энергии. Похоже, что силы, создающие мироздание, постоянно играют. В индийской культуре творение всегда описывалось как «игра Бога». Многие думающие люди воспринимают это выражение как «этот дурак играет с моей жизнью». Вот почему в ней столько страданий. Силы мироздания ведут непрерывную игру. Если они перестанут играть, вам придет конец. Да? Все основополагающие силы, даже в человеческом теле, должны играть в полную мощь. Только в этом случае все будет хорошо. Если игра прекратится, или если они откажутся от игры, вам конец. Для вас все закончится. Так что элемент игры должен быть не только в вашей жизненной позиции. Это не ваша позиция. Это позиция Творца. Это позиция Творения. Если вы в гармонии с Творением и Творцом, игривость очень естественна. Только когда вы в диссонансе с этим, в определенный момент вы становитесь полностью пробыщены процессами, происходящими в вашем уме, своими мыслями, мнениями, идеологиями, представлениями о правильном и неправильном, моралью, тогда вы теряете свою игривость. Если вы в согласии с жизнью, с Творением или Творцом, вы естественным образом будете игривыми. Вы начали игнорировать большее мироздание и стали слишком привязаны к собственному жалкому созданию, которое происходит здесь. Вот почему исчезает вся игривость. Если вы в гармонии с большим творением, вы игривы. Иначе и быть не может. Только игривый человек может заниматься проблемами мира так, чтобы остаться нетронутым и сделать все, что в его силах. Если он не знает, как быть игривым, эти проблемы его просто поглотят. Проблемы, существующие в мире, простыми не назовешь. Если попытаться справиться с ними без необходимой игривости внутри, даже и не думайте, что у вас это получится. Проблема просто захватит вас целиком. Вот и все. Это произошло со многими людьми, не так ли? Разве проблемы не поглотили слишком большое количество людей, у которых были добрые намерения? Разве проблемы мира не захлестнули всех этих людей? Жизненные ситуации сломили немало людей, обладавших добрыми намерениями. Вы можете справиться с ними только, если вы по-настоящему игривы. Иначе вы во всем будете испытывать трудности. Если всего несколько часов в день вы будете заниматься своими делами играючи, то увидите, что даже ваше физическое тело начнет функционировать намного лучше. Если вы игривы, вам будет требоваться меньше сна, и медитация для вас станет естественным процессом. Потому что, как только вы становитесь игривыми, вы перестаете запутываться в своих текущих делах. Если вы не увязаете в них, вы не накапливаете карму, вы занимаетесь йогой. Процесс жизни перестает быть запутывающим. Процесс жизни становится освобождающим. Так что вы больше не создаете карму. Занимаясь своими делами, вы занимаетесь йогой. Когда вы занимаетесь йогой на протяжении всего дня, все непременно должно стать лучше. Не так ли? Начинающему, еще не достигшему мастерства, деятельность необходима. Но если не заниматься своей деятельностью играючи, то какая бы она ни была, она будет постепенно убивать вас. Через одну и ту же ситуацию можно пройти по-разному. Махабарата Это замечательная иллюстрация того, как разные люди проходят через одни и те же ситуации. Люди, которые окружали Кришну, проходили почти через все те же ситуации, что и Он, но в меньшем масштабе. Махабарата рассказывает, как через одни и те же ситуации проходят Кришна и другие люди. Это произведение. Невероятный источник информации о том, как разные люди, находящиеся на разных уровнях осознанности, живут и проходят через одни и те же ситуации. Когда вы где-то путешествуете или, к примеру, находитесь в офисе вместе с десятью другими людьми, и возникает некая проблема. Как эти десять человек воспринимают эту небольшую проблему? Один будет рвать на себе волосы и сходить с ума, другой набросится на кого-то, третий будет в отчаянии, четвертый будет думать, что можно сделать. Замечали подобное? Одна и та же ситуация. По сути, это и есть Махабарата. В ней описаны все типы людей. Хорошие и плохие, злодеи и истинные праведники. Разные типы людей. Если приглядеться, в Махабарате описаны все типы людей, представленные в любом обществе. Целый спектр различных людей. Алчные, абсолютно бескорыстные, робкие, смелые, отважные воины, трусы, все возможные типы людей. И все они проходят через очень интенсивные события. Если посмотреть на опыт каждого из них, видно, что он очень отличается, как и способы, которыми они справляются с ситуацией, и то, к чему они приходят в результате. Среди всех этих драматических событий, события, через которые проходит Кришна, наиболее драматические. Но он остается нетронутым. Потому что он сказал «йога стаха куру кармани», что означает сначала необходимо утвердиться в йоге и только потом действовать. Если вы будете действовать, не утвердившись в йоге, вы будете запутываться в любом действии, за что бы вы ни взялись. В конце концов, для большинства людей, для 95% людей в мире, то, чем они занимаются, сводится к простому зарабатыванию на жизнь, рождению и воспитанию детей. Вот и все. Они сами выбрали эти ситуации для себя. Это то, чего они хотели. Небольшой бизнес или работу, дом, жену, детей, мужа. Вот и все. Посмотрите, что с ними происходит, когда они пытаются справиться с этим. Многие даже попадают в психиатрические больницы, просто выполняя какую-то простую работу. Не так ли? Да. Они не берутся за решение проблем всего мира. Они не хотят быть хранителями дхармы, не стремятся к установлению дхармы во всем мире. Они не берут на себя такую большую ответственность. Но вот что с ними происходит, когда они просто пытаются зарабатывать себя на жизнь, выживать, рожать детей и умирать. Как это делают все существа на планете? Сколько людей в результате доходит до полного безумия? И сколько на пути к этому? Да? Слишком много. Не так ли? Это слишком высокая плата за простой процесс жизни. Это не обязательно. Но, к сожалению, так происходит со многими, просто потому, что в их подходе к жизни отсутствует элемент игры. В том, как они живут, нет игривости. Они смертельно серьезны. Это звучит противоречиво. На одном уровне речь идет об интенсивности страсти, преданности. На другом — об игривости. В этом-то все и дело. Если это страсть, вы должны пылать ей. Если вы равнодушны, вы не узнаете, что такое страсть. Она будет лишь пытать вас, но вы не познаете ее пользы. Вы должны пылать, иначе вы не узнаете, что это такое. Если вы хотите идти по пути преданности, и при этом вы хотите сохранить себя, это не сработает. Идея преданности, идея выбора пути страсти заключается в том, что вы готовы сжечь все, что является вами, чтобы внутри вас осталось только то, к чему вы испытываете страсть или глубокую преданность. То, что вы называете собой, сжигается в результате этого простого процесса. Для думающего ума это похоже на самоуничтожение. Но если вы не готовы сжечь все ограниченное внутри себя, других возможностей внутри вас никогда не возникнет. Чтобы вас могли коснуться другие возможности, вы должны пылать. Субтитры создавал DimaTorzok